Ассаламу алейкум, Дагестан, доброго времени суток всем, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. В эфире проект «Ужин негодяев», где мы собрались для того, чтобы обсудить новости ушедшей недели. О том, кто у меня в гостях, вы узнаете из титров. Ну, а я начинаю с того, что представляю нашего модератора Веру Олеговну Тимофееву, креативного директора издательского дома «Максим». Вера Олеговна, с чего начинаем? Думаю, что мы начнем просто с того, что покажем первые полосы. Вот это первая полоса «Нового дела», это первая полоса «Свободной республики» и первая полоса «Черновика». Я думаю, как уже догадались наши зрители, главная новость минувшей недели – это арест братьев Магомедовых. Напомню, что первые слухи о возможном задержании их появились вечером 30 марта, но на тот момент представители холдинга утверждали, что задержаний не было, и на следующий день уже все-таки появилось официальное сообщение о том, что задержан Изиевудин Магомедов, его старший брат Магомед Магомедов и экс-сенатор от Смоленской области, а также… а, это вот как раз Магомед Магомедов экс-сенатор, прошу прощения, и Артур Максидов, руководитель компании, входящей в группу «Сума». Сегодня в ходе слушаний в Тверском районном суде Москве стали известны подробности этого резонансного дела о растрате при строительстве объектов инфраструктуры и энергоснабжения. Выяснилось, что дело уголовное было открыто еще в 2014 году, было открыто сразу несколько дел в отношении неустановленных лиц, и вот сейчас стали известны фигуранты этого расследования. Как было заявлено Пресс-служба МВД России, Следственный департамент МВД осуществляет предварительное расследование уголовного дела по статьям 159 «Мошенничество» и 210 «Организация преступного сообщества». И вот добавлю, что уже направлены защитой апелляционные жалобы, и они будут рассмотрены в Московском городском суде 16 апреля. Напомню, что суд избрал в отношении всех задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 30 мая. Господа, кто-нибудь в курсе, кого-нибудь порадовала ситуация с задержанием? Мне звонило очень много коллег и знакомых в день задержания, они интересовались, правда ли это, и все, честно говоря, были очень удивлены, если не сказать, что все были в шоке. Ну, радовались, это, наверное, не то слово. Прежде всего, конечно, все интересовались, были удивлены, потому что казалось, что у этих братьев, в отличие от других братьев, все складывалось нормально, они были как бы интеллигентны, владеют языками, об экономике рассуждают довольно, так сказать, здраво, хорошо. Казалось, что у них карьера безупречная. Ну и вот мы видим, что, оказывается, от суммы до тюрьмы вообще действительно никто в России не может отрекаться. По некоторым данным, многие изъятые у них финансовые документы оказались подделками. О схемах масштабного мошенничества. Виталий Ханин. По нашим данным, в изоляторе Лефортово, куда Магомеда из Явудина Магомедовых поместили сразу после суда, они содержатся в карантине в отдельных камерах. От братьев Магомедовых уже поступили первые жалобы. Так они расстроились, что не могут посещать спортивный зал, находясь в следственном изоляторе Лефортово. Не понравилась им и скудная обстановка в камерах. Желает посмотреть телевизор. Впрочем, правозащитники, которые уже встречались с арестованными бизнесменами, утверждают, что условия у них вполне приемлемые, к тому же обращаются с ними максимально вежливо. Ну, вот на моей памяти я не увидел особо большого количества людей, которых бы это обрадовало, потому что, когда первые задержания были с Гамедовым, с Шахабасом Куравичем, было много очень приветственных откликов, неожиданно много приветственных откликов. А тут раз и ситуация, когда на самом деле все очень были сильно удивлены. Первый вопрос, когда задавали мне в социальных сетях, а что вас-то расстраивают? Ну, схватили и схватили. Ничего вы с этих людей не имели и иметь никогда в жизни не будете. А все равно неприятно, потому что общий фон и общий контекст, когда прессуют дагестанцев, он никому не нравится. И чем больше подобных задержаний, тем больше раздражения по этому поводу внутри республики. Хотя, как бы, жизнь показала, и, допустим, материал Латыниной показал, что все-таки причины, по которым задержаны Магомедовы, это все-таки конкуренция с Сечиной. По нашим данным, один из эпизодов, в котором обвиняют бизнесменов, это вывод бюджетных активов объединенной зерновой компании. 50% минус одна акция были куплены структурами Магомедовых, а затем 613 миллионов рублей испарились где-то в просторах кипрской экономики. Более того, перевозка стратегически важного продукта тоже в руках бизнесменов. И снова через офшорные компании в теплых странах и на берегу Северного моря. Компании Ралдугина получали кредиты на миллиарды рублей, но зачастую ничего по ним не выплачивали. Автор указывает, что в России существует практика пожертвований олигархов в адрес друзей президента. Сомнительные сделки с офшорами Ралдугина проводили компании, связанные через другие компании, в том числе офшорные, со Сбербанком России, Банком ВТБ, бизнесменами Алексеем Мордашовым, Аркадием Ротенбергом и Сулейманом Керимовым. Также Ралдугин является совладельцем Банка России, который авторы статьи называют «банком друзей Путина». Самого Ралдугина анонимные источники в статье называют «хранителем». Авторы расследования уверены, что они нащупали лишь вершину айсберга офшорного мира и российской коррупции. Есть еще одно объяснение причин, по которым он был задержан, были задержаны братья Магомедовы, это то, что у господина Путина кончились деньги, России нужны конфискации. И вот эта история, как я назвал ее в своей статье, «Проклятые короли Мориса Дреона». Это когда в истории произошел такой казус, когда у французского короля окончились деньги, он решил раскулачить орден тамплиеров, а тот, в свою очередь, их прокал. Чем все закончилось, вы можете прочитать в многотомном произведении Морисы Дреона. Так вот, если вторая версия о том, что все это делается для того, чтобы наполнить бюджет, если вторая версия действительно верна, то дела очень нехорошие. Ну вот, кстати, об общественном мнении. Новое дело провело вопрос недели. Задавался такой вопрос. Что для вас означает арест братьев Магомедовых? На первом месте, как считают люди, это конфликт около кремлевских элит. 44% проголосовало за этот вариант. 34% за вариант выдавливания кавказцев из крупного бизнеса в период кризиса. Это сколько процентов? Второй 34%. И третий вариант, 22%, это борьба государства с преступным олигархатом. Все-таки 22% пока вот на таких позициях. Но судя по первым двум пунктам, еще раз прочитайте их, пожалуйста. Первый это конфликт около кремлевских элит и выдавливание кавказцев из крупного бизнеса в период кризиса. Первые два варианта, это явно люди с негативным отношением к происходящему. И только третья группа, условная группа людей приветствует то, что произошло. Эксперты не исключают, что подобные хлебные места с государственными контрактами Магомедовы находили благодаря высокопоставленным покровителям. К примеру, Зиевудин на экономфаке МГУ учился в одной группе с Аркадием Дворковичем. Магомедов также спонсирует шахматный клуб имени отца вице-премьера. На самом деле у меня вызвало недоумение, потому что братья вписывались в современные политические реалии, были на хорошем счету, успешные предприниматели, и карьера их более-менее была ясна, прозрачна. Ну, естественно, пользовались своими политическими связями. У каждого из нас, наверное, есть однокашники, и мы друг другу помогаем, это не является преступлением. Мы же не виноваты в том, что мы не сироты. Да, согласен. Но тем не менее, какие бы отклики ни были у людей, но есть конкретные обвинения, это в государственных хищениях, растратах и в мошенничестве. То есть по сумме мелких дел составлено одно большое дело, следовательно, Николаем Будило, небезызвестным, который также вел дело Праудера, если я не ошибаюсь, и банка, по-моему, Облязова. Будило, да. И чем все кончилось? Кончилось. Списком Магнитского, да? Списком Магнитского, да, в коем он был внесен в первую очередь. Понятно. Оскар Магнитович, о какой сумме в случае с братьями идет речь? Два с половиной миллиарда рублей. Что при строительстве стадиона в Калининграде были выявлены хищения. Слушайте, а мне интересно, когда «Зенит-арену» строили, вот столько лет, там как хищения не было, никто ничего не обнаружил? Как раз по «Зенит-арене» они являлись подрядчиками по подготовке площадки. На самом деле, и там есть тоже вопросы, по-моему, сумма около 800 миллионов. Самый громкий случай – это завышение цен на материалы для аэропорта Храброво в Калининграде и при строительстве стадионов, которые готовятся принять чемпионат мира по футболу «Арена Балтик» и «Зенит-арена». Здесь дочка суммы, компания «Интекс», ее директор тоже арестован, должна была намыть участок в 16 гектаров Крестовского острова. Но в итоге, по версии следствия, коммерсанты лишь отмыли деньги, а работы выполнили частично и некачественно. И после того, как вот эти работы были закончены, деньги выплачены, пришел другой подрядчик, который провел экспертизу и, собственно, никаких свай в этом месте не нашел. Кроме того, в экспертизе указано, что качество песка и качество грунта, которое было использовано, не соответствует тому, что было заявлено в конкурсной документации. Если вы хотите восстановить законность, и если вы хотите, чтобы государство вернуло растраченные деньги, может, надо возвращать растраченные деньги, тем более, если люди готовы их вернуть, например. Но там ведь такой задачи нет, судя по тому, что происходит задача уничтожить этих людей. Нет задачи соблюсти законность. Если вы хотите, чтобы в будущем подобного рода не происходили, значит, надо менять законодательную базу, значит, надо работать с причинами, по которым эти люди оказались преступниками, надо вести какую-то широкую общественную дискуссию. Но ничего этого мы не видим. Вот это поворот! Тем не менее, новая тенденция нарисовалась. Опять-таки, дело Магомедовых по последним данным было с 2014 года. То есть, опять, как говорится, контора пишет, шьет, и в нужный момент вытащили дело. И обвинения те же, что аналогичны с премьером дагестанским, нашими министрами, ОПС, организация преступного сообщества, чтобы прятать их надолго, без надежды. В общем, вот вспомним ситуацию с Керимовым, Сулейманом Керимовым. Человек, вот его обвиняют в неоплате налогов, огромная сумма. Если он погашает эту сумму французского государства, претензий к нему нет. Почему в истории с российским государством обязательно надо людей уничтожить, перемолоть, обвинить, я не знаю, утопить их. Но только потом кажется, что справедливость восстановится. Никакой попытки гуманизировать ситуацию нет, и мы не видим. Знаете, создается впечатление, что просто на них какие-то висяки повесят, как вот в случае с Абдусамадом Мустафаевичем. Я напомню, что, перейдем вот уже на вторую новость, напомню, что на этой неделе было очередное заседание суда, и ему добавили еще один эпизод, это превышение должностных полномочий. Следствие считает, что он должен был перепроверить эффективность проекта, прежде чем предоставлять госгарантии на 1,3 миллиарда рублей. И, ну, вот, честно говоря, складывается впечатление, что Абдусамад Мустафаевич держится очень бодренько. И вот, кстати, он заявляет, свое преследование бывший чиновник сравнил с делом Скрипаля. Цитирую, позиция обвинения по этому делу сильно напоминает дело Скрипаля, когда Англия засветила три листочка и на этом основании давит на Россию. Мне на нарах делать нечего, обвиняют меня беспочвенно, поэтому обещаю взять на себя еще и убийство Скрипаля, раз меня и так, так или иначе хотят посадить. И вот, кстати, коллеги в Черновике тоже кое-что добавили, я думаю, что вот вам сейчас зачитают. Когда арестантов друг за другом заводили в здание суда, в коридоре их уже ждали родственники. Активнее всех собравшимся здоровался бывший в Рио председатель правительства Абдусамад Гамидов, который пришел на процесс в спортивной форме с эмблемой Анджи и в кепке. Его заместитель Шамиль Исаев, который не изменил своему синему модному костюму, даже в суде прошел мимо собравшихся молча. Равидин Юсуфов обошелся кивком. Бывший министр образования Шахабад Шахов принес с собой на процесс сумку. По пути до дверей завал заседания Гамидов успел заметить несколько знакомых, которым послал громкий салам. То есть он в нормальном расположении духа, он уверен в своей невиновности. Ну, то есть он называет дело политическим заказом, как-то называют. Ну, в том, что Абдусамад Мустафавич мужчина мужественный, я прошу прощения за тавтологию, как бы сомнений не было и в том, что он вдруг посыпется, как бы тоже никто не подозревал его в этом. А чувство юмора в ситуации со Скрипалем, в общем-то, настолько облегчает и превращает это все в гротеск. Ну, не знаю, если бы человек не оказывался бы за решеткой, может быть, и можно было посмеяться и отнестись к ситуации с чувством юмора, но жизнь как-то учит не веселиться по поводу людей, которые попали под журнала правоохранительной системы. Ну, кстати, в продолжение новости, вот буквально вчера, это так получается, что это 5 апреля было, Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество и недвижимость четверых бывших чиновников в республике. Общая стоимость арестованного имущества составляет сотни миллионов рублей. Таким образом, арест наложили на имущество Абдусама Дагамидова, Шамиля Исаева, Райудина Исуфова и Шахабаса Шахова. Кроме имущества моего доверителя, говорит защитник Юсуфова, напомню, у него судом была арестована недвижимость его дочери, братьев, тещи его сына и даже сына его водителя из гаража правительства Дагестана, который никакого отношения не имеет к делу, а также имущество однофамильцев. Что за однофамильцы, я не пойму. Ну, Юсуфовы. Ну, теперь все Юсуфовы по республике, что ли? Да. Ну, вы же понимаете, когда люди начинают сходить с ума, это же не ограничивается каким-то ареалом обитания, да? Люди же, если сходят с ума, они же сходят с ума полностью, да? Ломай меня полностью. Вот это дефиле с судом, оно как бы обошло все группы в WhatsApp, и мне оно проходило, наверное, раз в 15, ну, впечатляющее, впечатляющее видео, вот, и, кстати, ничего веселого. Я так смотрю, что народ на эти вещи реагирует все более, все более, я бы сказал так, негативно, и ощущение какого-то финала, оно залипает, и в конце края этому нет. Еженедельник «Свободная республика» газета для свободных от предрассудков людей. Здесь публикуются самые интересные дагестанские авторы. «Свободная республика» для тех, кто хочет знать правду. Мы не торопимся с выводами, мы знаем, что творим документ времени. «Свободная республика» в ближайшем киоске. У нас следующая новость очень-таки неожиданная. Наш в РИО министр здравоохранения Танкай Ибрагимов неожиданно подал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Произошло это прямо на рабочем совещании под председательством Владимира Васильева. Это было очень неожиданно, потому что у нас обычно, как я понимаю, всех снимают с должности, тут вот он сам решил. И вот коллеги из Нового дела обратились в министерство за комментариями. Так вот там сказали, что Танкай Ибрагимов уже попрощался с коллективом ведомства, он собрал сотрудников и объявил о своем решении и добавил, что посвятит освободившееся время научной деятельности. В общем, гуляли они долго, весело и счастливо. Ну, что касается Танкай Ибрагимова, хочу сказать только одно. Лучший ужасный конец, чем бесконечный ужас. Мы видели, что по отношению к этому министерству творились очень не самые красивые, не справедливые дела. Здесь я бы, наверное, все-таки разделил ситуацию с хамством и непрофессионализмом дагестанских врачей, многих дагестанских врачей, потому что есть и хорошие, и очень вежливые врачи, и профессиональные, но есть и хамы, и непрофессионалы. И ситуацию с финансированием здравоохранения в Дагестане. Ребята, посмотрите сумму финансирования на душу населения в Дагестане и, к примеру, в Чеченской Республике. Вы увидите огромную разницу. Еще одна цифра, которая меня, например, поразила. В Махачкале нет ни одной типовой поликлиники. Все поликлиники находятся в приспособленных помещениях. И что вы хотите, если уплотненные, недофинансированные поликлиники, больницы, что вы хотите от них? Хорошо, хоть что-то функционирует. Поэтому здесь, а когда на Танку Ибрагимова вешаются грехи всех, кто был до него, около него и вокруг него, может, на самом деле надо уходить? Да. У него вид уставшего человека, вот каждый раз в его интервью, когда брали слово, например, он какой-то инертный или вот устал. Даже такое ощущение, как ему хотелось сказать, я устал, я ухожу, оставьте от меня старого там. На самом деле, да. Или он неплохой человек, я бы его не обвинял во всех грехах. Просто он попал в такое болото, из которого трудно выбраться, как говорится, сухим. Что касается еще Танки Ибрагимова, я прошу прощения, Вера Алина, что я много говорю, что касается, он не вызывает негативных эмоций. При всем том, что человек на самом деле был объектом для стрельбы со всех сторон, он никогда никому не хамил, он никому не грубил. Мы не знаем ничего того, никаких случаев, когда этот человек вел себя агрессивно и неприлично. в той ситуации, в которой он находился, он вел себя максимально прилично. Поэтому мы желаем Танки Ибрагимовичу здоровья, мы желаем ему терпения, мы желаем, чтобы тот, кто придет на смену Танки Ибрагимовича, не сталкивался с тем негативом, с которым сталкивался этот министр. Ну вот, кстати, о тех, кто придет. По слухам, на пост главы Минздрава Дагестана рассматривают кандидатуру высшего врача-онкологического диспансера Набережных Челнов, ныне главврача Дагестанской республиканской клинической больницы Ибрагима Магомедова, а также главврача Дагестанского лечебно-консультативного центра косметологии Изумруд Бучаев. Ну, извините, врач-косметолог и врач-онколог. Вот как можно сравнивать, да, человека, который из засранной центральной больницы, которая утопала в мусоре, и стройматериалах, и в такой грязи, да, я два раза в год лежу в этой больнице, и я знаю, что это такое. Человек вытаскивает эту больницу, да, на уровень. И Изумруд Бучаева... Она губы красивые делает женщину. Она губы красивые, она имеет полное право. Она может быть человек офигенный. Но, извините, у нас уже есть два красивых министра. Может, с нас хватит? Может, нам нужно искать кого-то более компетентного в области управления здравоохранением? Я Ибрагину Цмейча спрашивал, Ибрагину Цмейч, а правда, что вы станете министром? Он говорит, Заур, не хочу. Я, говорит, никакого желания идти на эту должность не хочу. Вот у меня есть область, за которую я отвечаю. Вот ты видишь, как у меня получается, да, или не получается, да? Я отвечаю за то, что я делаю, за конкретных людей, за конкретные дела. Отвечать за все, за людей, которых я не назначал, и которые от меня не зависят, я не хотел бы. Если бы я имел такие амбиции, может быть, я попытался бы их реализовать раньше, но я реально не хочу. Вот так сказал Ибрагину Цмейч лично мне. На вопрос, хочет ли он быть министром. И я его отчасти понимаю. Отвечать за людей, которым ты имеешь очень мало отношения, которых ты не выбирал, не назначал, очень несправедливо. А что касается Зумруд Бучаева, ну, я думаю, что Богдан Галючевич, он так за тех, как старый крокодил, да, вот так притаился, вот он притаился в кущах нильских, да, а на самом деле он знает, он знает, что это креатура господина Шахсаидова, вот, он знает, знает и молчит, молчит, очень жестко молчит. Кумыкская контролирует, знаете, контролирует, это нехорошее слово, курирует, лучше сказать. Вы же, шахсаидовец со стажем, вы же, шахсаидовец, ну, вам нравится Зумруд Бучаева, вы готовы принять еще одну прекрасную кумыкскую женщину в ряды министров? Знаешь, говорят, хорошего человека должно быть много, красивых тоже пусть будет много, но при этом, если они еще и компетентны, это, конечно, вообще идеальный вариант. Благодаря Дмитриевич, красивых людей хорошо много на свадьбе, а в правительстве все-таки хорошо бы, чтобы люди были компетентны. У нас есть... Ну, я же говорю, что компетентны, и при этом, если и эстетическая сторона тоже как бы учтена, это же хорошо. Вот вы знаете, вот красивое и умное возможно только в качестве исключения. У нас это нам повезло, у нас есть такое исключение. Как мило, как приятно. Вы исправляетесь. Я пытаюсь, Рустам, не держите в себе, как говорила же наша команда. Не, можно я и хочу по самому факту от отставки, что-то мы так вас хвалили, господина Сдунова, танка, или танку, да? Да, да, неважно. Вам, кумыкам, можно, но... Ну, он танка, он или брагировал. Все-таки танка, и брагировал. Танка, да, я лично слышал, что он и грубил, и хамил. Я слышал про это, мне говорили про это люди, которые непосредственно с ним имели дела. Но даже я не об этом хочу сказать. У нас вообще не принято, чтобы кто-то уходил в такой должности в отставку. Не было такого прецедента. Сам. Были примеры, когда люди как раз не уходили, совершив явные какие-то проступки. И когда им говорили, а вы не собираетесь уходить, они говорили, не дождетесь. И вдруг человек уходит. Ну, можно предположить, как коллега думает, что это он устал, и хочет бизнесом заняться. Я думаю, что какие-то, мне кажется, были предъявлены, указаны на такие его проступки. Когда ему не оставалось другого выхода? Смотрите, Багалатин Гайджич, я извиняюсь, что я вас перебиваю. Что-то сделать, что-то изменить с таким бюджетом невозможно. С таким чемоданом негатива в отрасли двигаться дальше тоже очень сложно. Брать на себя исправление того, что уже изначально сделано криво, тоже невозможно. Наверное, человек принял для себя разумное решение уйти. Уйти, потому что, может быть, новая история начнется с чистого листа, и тому человеку будет проще, чем ему. Он же очень давно там работает. А кто-нибудь из вас помнит, сколько лет он? Он пришел вместе с Рамазаном Гаджи Мурадчимов в отрасли. Это четыре года. Да, это четыре года. Это же не мало. Разве мало? Для здравоохранения это мало. Для здравоохранения это мало, потому что строительство больницы в среднем это три-четыре года. Поэтому... Строительство больницы и министр это тоже входит в ее компетенцию, да? Потому что вот Ума Пузель-Амарова сейчас она приходит в Министерство образования и заходит речь о строительстве новых школ, о каких-то чисто технических вопросах. А как усовершенствовать преподавание, чтобы люди выходили образованные? Вот вы сейчас начинаете повторять сдуновские сентенции. если встанет вопрос о методиках преподавания, о том, как качественно учить, я думаю, что Ума Абадимина найдет, что ответить, и если у нее будет возможность подготовиться, она и подготовится. Вопрос в том, что на том преснопамятном совещании изначально была заявлена иная повестка дня. Я не склонен подозревать всех во всем. Но, скорее всего, это какой-то заговор. Вера Лимовна, прошу прощения. Давайте мы перейдем к следующей новости. На минувшей неделе премьер-министр Дагестана Артем Сдунов подписал ряд постановлений об освобождении от занимаемых должностей заместителей министров нескольких ведомств. Кто подписал? Я подписал? Да, я подписал. Сокращена должность заместителя труда и социального развития республики. Также сокращена должность заместителя министра по национальной политике республики. Освобожден от занимаемой должности по собственному желанию замминистра образования и науки республики. И, вернее, их даже двое, два замминистра. А также освобожден по собственному желанию замминистра транспорта, энергетики и связи. И напомню, что вместе с ними со всеми Владимир Васильев подписал указ о освобождении от должности руководителя агентства по дорожному хозяйству республики Загида Хучпарова. Это беззаконно и негуманно. Я надеюсь, ваше высочество, вы отмените свое решение. Почему? В связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе. Но вот по поводу последнего могу сказать, что общественность встретила эту новость очень негативно и в аккаунте, в инстаграме нашего еженедельника «Свободная республика» люди писали, а как вот Хизри Исаевич, неужели не достиг этого предельного возраста, вот он сидит, а такого хорошего руководителя взяли и сняли. Вот тут тоже, потому что Загид Хучбаров, несмотря на всю свою очень тесную аффилированность с Рамазаном Гаджимурадчим, Загид Хучбаров, он был когда-то организатором и владельцем стройотряда, по-моему, «Мостотряд 99». Да, «Мостотряд 99», да? Я помню его звонок в редакцию один раз. Да, да, да. У него, они, кстати, строили этот тоннель гемринский, да, и строили его очень профессионально. Человек, который знал свое дело, человек, у которого куча фанатов внутри его отрасли, да, это люди, которые делают реальные дела, да, это не просто куча жополизов, которых наши обычно наши хакимы обычно вокруг себя собирают, да, и считают, что это нормально. Это вот эта часть этой истории. А у этого человека были профессионалы. Наверное, без жополизов там тоже не обходилось, да, но и профессионалы были. Кстати, вот на первой полосе «Свободной республики» хочу представить калаш, где наш, один из наших любимых героев, господин Сдунов, на пику посадил все семь отставников этой недели. Вот так наш дизайнер увидел и творчески переработал эту новость. Вера Леговна. Я думаю, что мы будем двигаться дальше. Вот 5 апреля сотрудники трех газовых компаний «Газпром Межрегионгаз Махачкала», «Газпром Газораспределения Дагестан» и «Газпром Газораспределения Махачкала» организовали общее собрание, на котором выдвинули требования к вышестоящему начальству об увольнении генерального директора Владимира Анастасова, возглавляющего эти три компании, о том, что побудило их выйти на акцию, они сказали следующее. Москва и Санкт-Петербург уже в курсе нашей проблемы. Мы не хотим работать с Анастасовым. Он везде ставит своих людей, а дагестанцев, хороших специалистов, увольняет. К примеру, на днях он хотел уволить 23 человека. Увидел, что мы собрались, и передумал. Если к нему приезжает начальник отдела из района, он может продержать его в приемной весь день и не принять. Это издевательство. Своего секретаря поставил на место начальника отдела кадров с окладом в 200 тысяч рублей. Мы не намерены молчать и будем протестовать, пока нас не услышат. Ну, в общем-то, все понятно. Есть кто-то, кто хочет высказать по этому поводу позицию? Еще хотел добавить, что на совещании также поднимался вопрос о фактах вымогательств денежных средств от сотрудников. Данный вопрос тоже будет обсуждаться вымогательства. Вымогательства кем? У кого? У сотрудников начальником. Так, начальником речь идет о том, что Анастасов вымогает деньги у сотрудников. Которые получают 10-12 тысяч рублей. А о каких суммах идет речь? Они не сказали? Ну, идет речь о руководителя подразделения, там не все, как бы, мелкие чины, а суммы называются до миллиона рублей в месяц. То есть, должен проносить своеобразных там откатов, так называемых, чтобы остаться на должности. То есть, в свою очередь, остальные должны собирать у населения. Это их версия. Это у них лапан. Так, Анастасов что-то комментирует по этому поводу? Официальных комментариев именно от него нет. Есть комментарии пресс-службы этих компаний. Они говорят, что да, ситуация действительно вот такая сложилась, тяжелая, но они постараются в ближайшее время с ней разобраться. И, кстати, на место приезжал наш новый министр с эгиппаша Умаханов и тоже сказал, что будут принимать какие-то решения. Я начал задавать ему вопрос. 30-40 дел находятся на сегодняшний день в производстве судов о нарушении со стороны руководителя. Почему вы на это не обращаете внимания? Почему секретарь, который приехал из Кабардино-Балкарии, получает 200 тысяч рублей, мой юрист получает 8 тысяч рублей? Почему такая несправедливость? Чем это связано? Почему? Когда люди не могут ездить на работу на свои участки, не имеют никакого автотранспорта, за 3,5 миллиона он покупает, а ходят за Кабардино-Балкарии. Ни на один вопрос он не ответил. Он сидит с телефоном и играет, это проходимец. Вот в этой связи были другие выступающие, тоже которые говорили о всех этих нарушениях нашей компании. Мы самостоятельные люди, мы дагестанцы, мы не чьи-то. Каждый имеет свою фамилию, имя, отчество. Есть отец, больше никого нету. Когда уже начинает переходить на личность, начинают какие-то там домыслы их, что чей-то, откуда-то пришел. Мы ниоткуда-то не пришли. Мы здесь, мы отсюда, из Дагестана. Поэтому, было такое единогласное решение принято всеми начальниками теручастков немедленно отстранить этого проходимца-негодяя. Багалдин Каджиевич, у вас есть что сказать, учитывая вашу духовную связь с господством? У меня есть опыт работы как раз в этой организации, я там одно время работал в пресс-службе, когда там был директором, был Мага Рыжий, так назвали его по-простому, а так Магомед Алиев. Так давайте оставим эти подробности из вашего темного прошлого. Конкретно, что можете сказать? Я могу вот что сказать. Там, я-то не знаю этих деталей, но, как я слышал от компетентных людей, что вот появление посредника в лице Пятигорской структуры, куда, собственно говоря, вот эти собранные деньги отвозятся, вот они объясняли, что она не нужна совершенно, и она как раз и есть вот это коррупционное составляющее, и как бы для этого сделано. Вот на моей памяти там сменилось несколько директоров. Они очень недолго держались, все они, кроме Магомеда Алиева, они все были представители спецслужб. Они приезжали, как бы, там шутили, говорят, ну, приехал, обогатился и уехал. Действительно, там человек пять-шесть сменилось. Конечно, там и произносило слово чемоданы, там и мешки, и все такое, но это как бы то, что мы обычно так себе представляем. Об Анастасове что говорят? Это просто наветы злобных дагов или человек реально нехороший? Ну, я же говорю, это же традиция, это сложилось вот именно такой метод работы. Поэтому это возможная вещь, я не говорю, я не знаю этого, это следствие, по-видимому, если дойдет, установит, но то, что там такая линия велась, это я могу подтвердить, что я знаю, слышал об этом. Подожди, еще раз повторите, что ты сказал? Пусть не повторяет, ну, что, блин, на слово, пусть не повторяет. Ты без ножа сейчас меня застрелил, братка, без ножа застрелил! Давайте перейдем к следующей новости. Так, эта новость очень свежая. Сразу говорю, в преддверии проведения чемпионата Европы по спортивной борьбе в Махачкале усилили контроль за санитарным и экологическим состоянием города. Так, представители столичной администрации проводят регулярные рейды по проверке объектов предпринимательства. Вот в частности они уже ходили по проспекту Гамидова, который, я напомню, ранее Кирова назывался, и уже составили 50 протоколов по административным нарушениям и выдали 20 уведомлений об устранении этих нарушений. Это они до новой автостанции не дошли? До Сумадинского рынка не дошли? То есть вообще в чем там дело? Они обязывают сейчас бизнесменов очищать фасады их объектов от расклеек, мыть окна и соблюдать чистоту на прилегающей территории. То есть получается они хотят показать Махачкалу в прекрасном состоянии. А что делать с этими мойками, которые там вот просто на улице? Моют все эти машины, вся эта грязь выливается. Их закроют на время проведения чемпионата. А, думаете, да? Так будет? Слушайте, а вообще как можно было дать разрешение на открытие автомоек в центре города? И, кстати, с каждым днем все больше и больше, и не только на этом проспекту. Вот это я не понимаю. Обычно такие вещи прячут, да? Строительство каких-то несуразных объектов совершенно идиотской формы архитектуры, да? Это самый несчастный, по-моему, проспект Махачкалы. Ну, не знаю, да? Ну, как можно в центре устроить гаражи в центре города? Автомастерские, гаражи. Ну, или там был рынок стройматериалов, слава богу, это время закончилось. Вот. Я прекрасно... Вопросы, наверное, к прежним руководителям города. Ну, кстати, уже временно отстранили от должности нашего архитектора, и что-то как-то тихо. Не, ну, а что вы хотите, чтобы сразу все преобразилось? Мне же интересно, кто будет следующим. Я помню, все были времена, когда проспект Кирова был совсем другой. Я там очень 20 лет прожил, рядом. Там была и дорога, когда переходили посередине, было... как это... Понятно. Зеленые насаждения были, все. Было время, когда и заправки там были, немало заправок в центре города, как бы рядом с жилыми объектами. Сейчас там, например, автомойки, вы говорите, да? Автомойки тоже, их все больше и больше появляется таких самостоятельных наномоек, как их называют в народе. Поэтому, мне кажется, все-таки с этим тоже надо работать. Вот у нас сейчас новый курирующий Махачкаву, вице-премьер, надеюсь. А кто у нас курирует Махачкаву? Гасан Идрисов. А, Гасан Идрисов. Надеюсь. А можно вопрос я хочу, Аскар Магомедович? А то, что растет количество автомойок, означает, что и количество автомобилей растет? Или это два разных процесса? Соответственно, да. Нет. Это само собой, спрос должен удовлетворяться. Спрос должен удовлетворяться, я все понимаю, да? Но город, в котором существует перманентное нехватка воды, наверное, должен все-таки как-то, ну, я не знаю, да, вот в Москве тоже много автомобилей. Ну, извините, ни на Тверской, ни на какой-нибудь Большой Никитской, ни на Садовой нет автомоек. Они как-то вынесены за пределы города. Все-таки людям же надо позаботиться о том, как город выглядит. Да, там есть рядом этот огромный лесгий центр, наверное, если там внутри это все будет происходить, это будет нормально. Но не на фасадной же части города, ну, Господи, ну, так разве можно? За автомойки прозвучало здесь, да, нужно взяться за все поэтапно. То есть, есть, например, отдельная проблема мойки, заняться мойками. Следующая проблема есть у нас заправки, то есть, на каждом углу безопасность не соблюдена, а рядом живем зданию. Паркурки, да. Поэтому в контексте так рассматривают, например, идет одна улица и на ней все подряд разношерстная. Порой даже бывает, например, вот на Чернышевской я замечал, то есть, сейчас она по-другому называется, такое красивое здание, но вот оно теряется как бы в этом, в этих фавелах дагестанских, да, если бы оно отдельно стояло где-то с благоустроенной территории, это замечательное проектное решение было уместное где-то, но не там. То есть, нет парковок, нет, подъехать даже невозможно вести бизнес в этом здании. Понятно. Архитектор должен заниматься. Ну, там помимо архитектора, там еще и должна быть какая-то городская культура. Ребят, ну так нельзя. Есть вещи, которые невозможно запретить законом, но должно быть какое-то городское сознание, понимание, что это город, он живет по своим законам. Вот в этом месте, да, у местных кафе, там где вот эти автомойки, да, там должны быть кафешки, там должны быть какие-то стильненькие, красивые магазинчики, да, там должно быть другое культурное пространство. Ну, что такое, выходят вот в этих комбинезонах мойщики, да, с вот этими, со своими вот этими брызгариками, керхерами, керхерами, да, и мы видим этот ужас. Там не только мойки, там и, по-моему, эти куча вулканизаций ближе к рынку. Ну да. Ну, каждая улица отвечает за вот на 26. Городское осознание, сказал Заурган Дмитриевич, это же формируется, так сказать, долго, годами, может быть, поколениями, а у нас город постоянно испытывает приток уже нет, уже нет, уже кончится, уже сельских. Ну, почему, вот посмотри, пригороды, вот они все заняты вот этим людям. там и ижут. Вера Олеговна, что у вас? Нечик всем, братуха. Еще одна свежая новость. Вот мы в прошлом выпуске обсуждали проверки торговых центров на пожарную безопасность, которые коснулись в том числе и нашей республики. Так вот, сотрудники дагестанского МЧС обследовали крупный махачкалинский торговый центр Седьмой континент. В итоге он провалил экзамен по всем пунктам. Так, в МЧС сообщили, что особое внимание при проверке было уделено находящемуся в здании детскому развлекательному центру, который расположен на четвертом этаже. Проверка выявила многочисленные нарушения. В торговом центре отсутствует система оповещения о пожаре, сигнализация не работает, пути эвакуации не соответствуют нормативным требованиям. Они захламлены посторонними горючими материалами. На месте аварийных выходов устроены склады, один из них закрыт, но табличка выход не снята. Что при экстренной эвакуации будет дезориентировать людей и они окажутся в тупике. Понятно, ну, молодцы, пожарники, молодцы. Главное, чтобы был какой-то результат. Будем надеяться, что будет результат. Вы меня просто напугали, что с седьмым континентом, потому что обожаю этот магазин, хотел там кое-что купить, вот прямо после эфира. А я вспомнил то время, когда я еще проживал на Ермошкино, ну, будучи ребенком, какое-то время мы проживали там с семьей. И когда не было этого седьмого континента, там был небольшой фонтан. Сквер, да? Да, сквер. Мое было любимое место для прогулок там. Вот, я представляю. Мне кажется, пришло время не строить, а ломать. То есть, возможно ли это... Или хотя бы сохранять, консервировать, да? Да. Так, ну, есть кто хочет откомментировать по седьмому континенту? Я думаю, что это просто не только проблема именно этого торгового центра. Скорее всего, и все остальные тоже сталкиваются с этим же. Да, 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 да. Будем надеяться, что они не остановятся на седьмом континенте и пойдут дальше, потому что все это в интересах граждан, в интересах людей. Конечно. Ну, и я думаю, мы будем потихоньку завершать наш выпуск. Вот у нас последняя новость на сегодня. Владимир Абдуалиевич встретился прямо в аэропорту с борцами. Я думаю, вот Оскар Магомедович нам расскажет, что же там произошло. И только, пожалуйста, Оскар Магомедович, если они там устроили драку, не рассказывайте про это. Вот эта встреча, можно сказать, назревала давно. Сейчас, учитывая всю шумиху вокруг предстоящего чемпионата Европы, глава республики, конечно, не применил возможности встретиться с членами сборной Дагестана, которые поблагодарили его за то, что, в первую очередь, что, несмотря на свой плотный рабочий график, он все-таки уделил им время встретиться с ними. На встрече обсуждались многие вопросы, связанные с подготовкой к чемпионату, и была, как бы, поставлена такая неординарная задача выиграть на чемпионате. Выиграть все. Как можно больше. И, как бы, показать Дагестан в достойном свете не только на ковре, но и, как бы, угрозу. Аскар Магалевич, а дагестанским сборникам не дали визы в США? Эта тема как-то вот на прошлой неделе она была. В чем там все кончилось? Ну, пока она еще не закончилась. Все-таки они пытаются с этими визами разобраться. А причины, по которым не дают визы? Обострение, говорят, отношений, наверное, между странами. Поэтому у нас это как только какие-то происходят процессы политические, вот я точно знаю, что отец Хабиба Нурмагомедова не может попасть в США, потому что ему не дают визу. Хотя он, как бы, горит, наверное, всем желанием возле сына находиться в момент проведения его боев, но ему не дают. Кстати, что там в Америке происходит с Хабибом Нурмагомедовым? Начало истории, где он прижал лобово к стенке, мы как бы поняли. Дальше что? Ну, Хабиб Нурмагомедов усиленно, можно сказать, готовится к завтрашнему титульному поединку. Он будет завтра? Да, и у него будет бой с Холовой, у него сменился соперник из-за того, что Тони Фергюсон получил травму, и это уже, напомню, четвертый раз отмена боя между этими спортсменами, поэтому у него будет титульный бой, он сказал, что он здоров, готов, и завтра он заберет пояс. Что касается Лобова, то это в середине недели буквально как бы это по интернету распространилось, в одном из интервью, которое он, Артем Лобов, давал в прошлом году, он назвал Хабиба Нурмагомедова ссыкуном. Российские бойцы ММА Артем Лобов и Хабиб Нурмагомедов пересеклись в отеле, где остановились перед турниром UFC 223. Между спортсменами возник конфликт. За Лобова пытался вступиться его товарищ Ислам Бадургов, но судя по звуку, попытка Бадургова разрулить ситуацию привела к пощечине. Для тех, кто не знает, суть конфликта была в том, что ранее Артем Лобов неоднократно нелестно отзывался в адрес Хабиба, в своих интервью называя его трусом из-за того, что Хабиб несколько раз переносил свои поединки из-за травмы. Именно за эти слова Хабиб и спросил с Лобову во время того, как они пересеклись в отеле. Буквально на следующий день Артем Лобов прокомментировал случившийся инцидент тем, что просто не хотел отвечать на агрессию Хабиба. Ведь если бы вдруг завязалась реальная драка, оба бойца могли бы получить серьезные травмы и из-за этого мог бы сорваться весь турнир UFC. В свою очередь Хабиб эту ситуацию никак не прокомментировал. Началось все с интервью Артема, которое Артем дал перед боем Конора с Мэйвейзером. Вот, смотрите, короче. Вот, и все равно Конор принял этот бой, даже не моргнул глазом. И вышел, и победил. В то время, когда Хабиб снимался уже шесть раз. Он снимается, у него там чуть-чуть заболело у него там в заднице или еще где-то он снимается. Вес не может даже сделать. Ему наплевать на фанатов, что там все прилетели к нему из России там одну визу получить, сколько это занимает. А чемпион это сложение ума. Чемпион это как бьется твое сердце. И Конор настоящий чемпион. Хабибу до него, как до Китая. Я не знаю, как к этому относиться, потому что Лобов вроде как один был, но я не знаю. Я не знаю, что там было дальше. Комментирую обстановку вокруг его возможного боя с Конором. Мы знаем, как он прижал, мы знаем, что там и чеченец какой-то оказался рядом с Лобовым и понесся скандал в интернете, где чеченцы с дагестанцами стали друг друга массово оскорблять. И просто даже приближение к этой теме такое электричество, такой высоковольтный разряд. Думаю, все как бы встанет на свои места. Покричат, успокоятся. История с разбитым автобусом. Что там происходит? Насчет разбитого автобуса, то здесь мнения разделились. Кто-то говорит, был Хабиб Нурмагомедов в автобусе, кто-то говорит, не был. Кто разбил автобус? Конор Макгрегор кидал скамейки или что-то в автобус, в котором ехали участники предстоящего завтра турнира UFC 223. Это было в Нью-Йорке? Как он нашел этот автобус? Почему он там оказался? Какой Конор Макгрегор имеет ко всему этому отношение? Его же лишили титула. Он был чемпионом UFC в легком весе. Разбитый автобус это некая компенсация? Наверное. Не знаю, с чем сейчас. Он сейчас не может провести бой с Мэйвейзером, который он планировал. Он провел бой по боксерской версии с Мэйвейзером. проиграл. Теперь он хотел как бы реванш в плане ММА, чтобы провести по правилам ММА. Пока этот бой не назначен. Ничто, наверное, А Макгрегор, я так понимаю, он ирландец? Он ирландский бой. Ну, горячая ирландская кровь, все понятно. Как вот наши аварцы любят покидаться чем-нибудь, так и вот у ирландцев. Ну, это понимаете, этот мир ММА, промоушен, это как бы все равно надо иногда выкидывать какие-нибудь штучки, чтобы иметь внимание, внимание к спортсменам, к этому виду спорта не утихало, не утихало. Да, но таких ситуаций крайне редко бывает, и я ни одного не помню, что вот закинули. я знаю, когда болельщики футбольных команд забрасывают там автобусы соперника, но чтобы в бойцовском мире такое происходило. Ну, в общем, у нас весело. У нас весело. Хабиб стал шоуменом. вот, Хабиб стал шоуменом, но, честно говоря, то, что человек ответил на оскорбление, Хабиб включил ответку, и нас это как-то так чисто по-человечески порадовало. Хоть там наш человек не остался в долгу. Поэтому спасибо большое Хабибу Нурмагомедову за то, что защитил хоть в такой форме честь Дагестана. Еженедельник «Свободная республика» газета для свободных от предрассудков людей. Здесь публикуются самые интересные дагестанские авторы. «Свободная республика» для тех, кто хочет знать правду. Мы не торопимся с выводами. Мы знаем, что творим документ времени. «Свободная республика» в ближайшем киоске. Я думаю, что мы уже перейдем к смс-кам. И бананам. Да. Смс-ки и бананы, господа. Так вот, если начинать с смс-ов. В основном в новом деле все пишут о ситуации с грязной Махачкалой. Вот она такая ужасная, грязная, чиновники, наведите порядок в городе. А сами не хотят прекратить бросать мусор? Ну, не только в мусоре дело. Тут, в частности, говорят, почему чиновники закрывают глаза на горе застройщиков и на всякие частные дома, расположенные возле кора. Почему, неужели нет денег в бюджете Махачкалы, чтобы купить краску и нанести разделительные разметки на проспекте Кушинского и так далее. Все в этом роде. Ничего себе! Мы боялись вернуться в 90-е, а попали сразу в 30-е годы. За кем из Дагов придут следующим? Когда закончатся богатые вернуться за середняками, а потом пойдут и те, у кого хоть что-то есть, лучше бегите. Что? У меня СМСка из Черновика, опять-таки, о наболевшем. Уважаемый в Рио главы Дагестана, Владимир Васильев, народ Республики пока не видит от вас тех шагов, которых мы с нетерпением ждали. Интересно, кто является вашим советником по перемещению старых лиц из одного кресла в другое? Такая кадровая политика нам не нужна, как и грязная выборная компания. Именно буква начинается на букву З и заканчивается на букву В. Если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина? Вот зачитаю СМСку из газеты Свободная Республика. Зачем нам прокуратура, администрация, стройнадзор, когда неподкупные в кавычках судьи легализуют незаконные строения, наплевав на все нормативы? Ну, что может еще найти в ряду СМСок человек, который живет в доме Муравейники? В районе Муравейника. В районе дома Муравейника. Багалдин Гаджич. Что-нибудь кумыгское прочитаете? Да, да, вот как раз есть тут опять Федри Исаевич. Очень смешно, когда Шахсаидов и Дебиров авторитетно утверждают, что выборы в Дагестане прошли честно и прозрачно. Загляните на Ютуб, там все есть. Лично могу назвать горный избирательный участок, где сотнями закидывали бюллетени, где и значатся имена даже давно ушедших от нас. Ну, это естественно, что они говорят так. Это же они свои интересы защищают. А что они должны сказать, что было не так, что ли? Да, конечно. Багалдин Гаджич, у меня к вам такой вопрос. Если вместо вот этого куврика повесить портрет Хизри Саичи Шихсаидова, как вы к этому моменту это будет отлично, он будет вдохновлять нас на честный разговор. Вы будете к нему спиной, ничего, что вы будете к нему спиной. Может, вы пересядете, пересадите меня. Мы можем поискать место другое, чтобы он вас вдохновлял. А вас он не вдохновляет, этот наш единственный тяжелый вес. Ну, вот сейчас я скажу, что а вы возьмите и поверните, что во всем виноваты даргинцы. Вот поэтому давайте просто послушаем, что нам Юждак скажет. Юждак. Послушайте, в этом свете мы совершенно забыли интересную информацию. Один из арестованных за мошенничество чиновников из Дагестана, из правительства нашего, проходит по уголовному делу об убийстве журналиста Хаджимурада Камалова. Сообщил источник, не уточнив статус фигуранта в уголовном деле. Нет, мы знаем о ком речь, мы знаем о ком речь и мы знаем с какими нервами эту ситуацию описывали люди, но я не верю вот в это. Вот просто по моим ощущениям не мог Шамиль Исаев стоять за этим, по моим ощущениям. Но люди, которые утверждают этого, у них есть свои аргументы и они их убеждают. Поэтому давайте не будем просто раньше времени. Если будут факты, которые доказывают обоснованность этого убийства, другой вопрос. А так сейчас транслировать, ретранслировать чужие, я не скажу, домыслы, подозрения не будем. Просто Шамилю Исаеву досталось. Вы знаете, в одной из прошлых статей, вот в преамбуле к тексту я случайно до этого нарвался и я процитировал один афоризм. Карма не дает меню, она дает нам только то, что мы заслужили. Любой человек, который совершает преступления или проступки, все равно ловит на себя негатив нашей жизни и ничего ты с этим не поделаешь. Иногда не обязательно затолкать человека в тюрьму для того, чтобы он понес наказание. Иногда наказание находит человека так же, как и судьба. Поэтому давайте не будем торопиться с выводами, давайте подождем и посмотрим, пока трупы наших врагов не поплывут мимо. У нас время бананов. Что даю? А что? Бананы людей. Шучерни Банан. Аскар Магомедович, учитывая, что вы находитесь после Хабиба Нурмагомедова, Конана Макгрегора и кого-то еще, и Лобова в некой пространстве, и вот-вот заснете, учитывая, начинаем с вас, кому отдаете банан? Банан отдаю Хабибу Нурмагомедову. Он герой этой недели в плане спортивной составляющей. Ну, отламывайте банан, чтобы народ видел, что вы, Даргинец, не зажали банан аварскому брату. Так, банан Хабибу Нурмагомедову. Багаудин Гаджич. Я, я как филолог, конечно, мне очень понравился юмор, который, значит, высказывание юмористическое Гамидова, и может быть, ему стоит за его стойкость и за сохранение чувства юмора в таких обстоятельствах стоит ему передать банан. Опять Гамидову, до Гамидова мы уже, ну, отламывайте, что же вы сидите. Если бы был кумык, вы бы сразу потянули свои руки к банану, да? Кумыков не сажают. Кумыков не сажают. Вообще, хорошая фраза. Вы можете начать с этого свою статью. Вера Олеговна. Я никого не удивлю сейчас своим выбором. Я не изменяю себе и отдаю предпочтение Абдусамаду Мустафаевичу, конечно же. Ему немного за бананом. Из-за его просто стойкость и действительно за чувство юмора, как сказал Бога Один Гаджич, вот этот банан. Так, я, ну да, 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 ну простите, простите. А вы, а вы кому? Я изначально собирался дать братьям Магомедовым, так говорится, дать глубоким терпения и разобраться в этой ситуации. Надеюсь, расследование будет честным хотя бы в отношении них, и мы узнаем ту правду, которую они заслуживают. Которую они заслуживают. Ну, им два надо, бананом. Так, подожди, 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 а у меня, а как же я, неужели я хуже собаки, А вот, я считаю, что, безусловно, главными героями недели однозначно являются и братья Магомедовы, и танка и абрагимов, но я бы, конечно, был солидарен с Аскаром Магомедовичем по одной простой причине. Человек, который может за себя постоять и человек, который является гордостью Дагестана, он заслуживает наше уважительное к нему отношение. Хотя, тайком, я бы, конечно, дал еще один банан. Нашим островомцем. Да, 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 потому что дело Скрипаля это очень круто. Очень круто. Итак, дамы и господа, я хочу поблагодарить вас за время, которое вы на нас тратили. Я хочу поблагодарить собравшихся здесь негодяев за то время, которое они тратят, садясь за стол негодяев. Это была славная охота. Будет день, будет песня. Увидимся. Всего доброго. Дагестан еженедельник «Свободная республика» газета для свободных от предрассудков людей. Здесь публикуются самые интересные дагестанские авторы. Свободная республика для тех, кто хочет знать правду. Мы не торопимся с выводами. Мы знаем, что творим документ времени. Свободная республика в ближайшем киоске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok